Друзья, всем привет! Рассказываем про звюту, которую мы потеряли. И тема, которую меня просили люди осветить, это работа в красной зоне и в углу ковра. Значит, здесь ковер не красный, синий, а раньше было красное. То есть само по себе это опасность, красная зона, пожар, дальше обрыв и прочее. Пропасть. Пропасть, да. Поэтому в пропасть падать никому не хочется и не надо. И поэтому надо опасаться. И поэтому это наказывалось, ну вот как бы все уходы на ковер наказывались, за ковер наказывались. Да, были времена, значит, мы сейчас вспомнили, когда цвет татами был основной площади, это зеленая и метровая по ширине красная зона. Значит, зона опасности, так и называлась. И если два участника становились, значит, в эту зону и оба ничего не делали в течение пяти секунд, пяти секунд, мгновение, вот оба наказывались в шину. То есть замечательно. То есть мы с Ванисем Семеновичем боремся. Ага, замечательно. Мы боремся, и вот красная зона. Оба, да, застряли здесь, да. Опа, опа. Матэ! А вон пошел. Но, если, значит, один из участников вставался, значит, на площадь, давайте. А второй, а второй топтался в красной зоне, он оказывался второй. Ну, кто топтался в красной зоне. Да. Давайте продемонстрируем. Вот ты меня загнал, в руку меня загнал. Я боюсь, что мне сейчас сделали свою спину и подхлад, да. И вот я здесь боюсь. Я сюда шагнул, меня уронит. Сюда. Отдем, а и что делать? Да. Время бежит. Постоял пять секунд. Вот, меня наказали. Матэ, Шидловский. Шида. Шида, да. Часто по страху праг пазали на колени, то есть имитировали какую-то атаку, чтобы тоже было как бы... И меня наказывали за стягивание. Не борьбали, а стягивание в бартере, да, получается? Ну, это уже неважно. Ну, это было первое шида, а то первое шида, да. А если это было уже второе, то чуя, то это уже нарастающий. То есть мы с Антоном боремся, Антон меня загнал сюда, да, я боюсь, что у меня точно упаку, я... Да. А шида уже было, а если, не дай Бог, чуя, то это уже некий поп. Да, да. Поэтому на колени не надо бороться. И второй момент, это, конечно, свободный выход за пределы рабочей площади с красной зоны, да. Это... Ну, вот я шагну... Это уже и чуй. Одной ногой даже. Это уже и чуй, да. Сразу и чуй, да. Сразу и чуй, да. Сразу и чуй, да. Поэтому покажите, как тут действовать, да. Ну, ну, Серега, давай... Кейкоку было... Кейкоку было в начале, да? Да. А, ну, давайте не путать. Кейкоку было... Знаете, когда? Тогда не было красной зоны, а была только белая линия, когда был чистый квадрат. Вот тогда это было кейкоку. А когда ввели красную зону, за выход уже чуй. Ну, и многие спортсмены даже тренировали вот эту ситуацию, отрабатывая, потому что она часто бывала в стойке, уделяли очень много внимания вот работе в красной зоне. Потому что можно было заработать и оценку, и замечания, и все остальное. Поэтому очень много уделялся этому вниманию. То есть... Где стоять? Стоять. Ага. Но ведь каждая атака тоже расценится. Ложная атака или не ложная атака. Если ты его поставил сюда, то есть он в ситуации, когда ему нужно что-то решить. И ты это используй. Часто используй для бросков. То есть часто делали отсюда парсичку. То есть такие, как Шестаков, Антон Новиков. Делали вот отсюда вот такое движение. То есть человеку дать возможность бежать, потом начинать выходить. И вот отсюда встречали его парсичку. Вот такой вот. Как вариант. И там? Да. Подверлки брали. Рука подворот. И вот добавили чайку прирублять. И вот... И чай. Ну, я тоже добавлю. Вот так делал на талетке. На талетке, да. Да. И многие отсюда также делали различные движения. Вот меня Сережа Качелин в царском песне научил со временем. Когда человек попугает. То есть он... ...стает, то есть он... ...ждёт какую-то атаку. Он просто обозначал, например, выход заново. И человек делал выход. Вот он раз. Всё. Чайкин, чай. Я... Я не знаю. Ложи. Вот я получил кей-комку только вот за это. А, убежал. начали меня переворачивать я пошел за камер убежал да а здесь же тоже уход я в партнере партнер при техническом действии забежал вышел то есть делал атаку и сам вышел закалил лежал вот так вот так вот это беспредел это то что правильно показал ну я могу чуть-чуть но то есть смысл такой фактор я тоже так вот вышел и так работа в красной зоне уходить нельзя и можно использовать для того чтобы человек который стоит спиной к выходу на ковер туда да он боится первостояние работать но должен отсюда уходить и на этом тактика подлавливать человека то есть надо проходит или сюда он шагает и полетел или сюда и опять погрузить допустим вот и толкаем и загрузили и оттуда также мультизмом или поставить вот там и держать поддержать это тоже то есть это уже тактика тактика стратегии варю и поэтому работа в красной зоне это отдельная вообще отдельная статья было сейчас сейчас работать можно начать атаку и бежать раньше то есть ты начал атаку с ковра и выбежал туда то есть она не оценивался сейчас же можно взять и бежать 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 а вы не помните если бросок с ковра и за ковер он оценивался начато с ковра до закончен за которым он оценивался а если выпал если делать не бросок но шагнулся во время бассейн но это это уже все это не наказывает не наказывает не наказывает это может оказать по щеках у тебя конечно взял за вышел если так и да значит наказывали еще за проведение технических действий за предъявление красной зоны тоже так потому что что-то опасно считалось да значит считалось же как что это раз и там обрыв но это символы наше вылетом который все нельзя уходить не выхожу и бросаю себе очень считалось что это если ты вышел лежишь на удержание но ты вышел туда и выпал со своего соферника поднимались удержать нет если хотя бы панец что-то продажи все-таки удержание идет то ты его вытащил туда с собой вместе просто а если я вытащил удержание у полз и утащил его с собой меня оказывали нет нет поднимали друзья это дзюдо который мы потеряем не было интересно было было творческая работа на самом деле целый пластовый 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 многое забыли конечно многое забыли вспомнили да многое забыли вспомним потом когда закончили снимать да я приду сейчас все это постараюсь установить генералу это тем можно проверить в заказать этого тема интересно тимippi Захваты вот эти тоже наказывались, эти все неправильно. Да, палец вот туда. Сейчас тоже. Вот сюда вот такие захваты. Да, 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 да. Оставлять было чуть-чуть. Туда до сих пор осталось. Да. Это тоже самое. Пальцы нельзя было заправлять. С рвотными руками оно было сейчас. Да. Да, кстати, что мы потеряли этот шлиф. Вот если я захотел... Сейчас будет передоходный. Антон, мячик. Да, держу крепко, сильно. Я боюсь моего захвата. Если раньше он просто сорвал бы и меня бы уронил, то теперь я знаю, что нельзя двумя руками. Я получаю преимущество. Вот его уже тяжело одной рукой это сорвать, да? Не знаю, через кимоно можно? Можешь через кимоно? Сейчас через кимоно можно. Да, но пока начинаешь через кимоно рвать, тут же пошел в разочек. Да. Ренадим. Так, мы тем красной зоны как бы коснулись, раскрыли пополотнее. Расскрыли, не знаю, можем добавить что? Ну вот про удушение. Раньше же можно было удушить со стойки. То есть вот эти все удушения накрестки. И падение вниз. Эта вертушка, которую Николай Завыков ему показал. Там в колпинах все делали, вот эти вот утяпочки. Все вот эти вот. Пока раз дергали, то и пошел крутиться. Или вот так, или вот так. И в стойке мы душили вперед. Ну вот, кимоно, я не могу сказать. Не бросил. Не бросил. Нет, просто. Просто душил все. Вот так все. Все мог я задушить. И за него можно было. Да, да. Вот так. Тоже в стойке. Просто так же хорошая атака, грубо говоря, начинаешь удушение, потом делать бросок. Ну да. Имитация. Имитация. Имитация удушения, да. Он там четко сказал, да. И пошел туда. Да нет. Имитация. А сейчас запрещено? Запрещено. Сейчас запрещено в стойке все действия, да? Ну, душить точно нельзя в стойке. И боевой делать стойки нельзя. Только должен перейти в парк или в этой атаке. Хотя вот это непонятно. Почему нельзя в стойке? Сейчас, естественно, что можно это висячку делать. Это в прыжке. Вот они прыгают. Нет. Вот это все. Нет. А если упал вниз перевел, тоже нельзя? Нет. Нет. Начинать в стойке нельзя. Я уже не знаю. А бросать то в стойке можно, да? В общем, друзья, это дзюдо, которое мы потеряли. Меседочку это делать нельзя. Влиять. Пока. Конка. Андрюха Гришин, в свое время, мы поехали в Польшу там на турнир, он всем сделал, вот этот болевой. Причем брали и он делал его в стойке. На ритийский приемчик. вот сюда и просто вложил человека но при его трехтах это не мудрено я просто 75 год удушение рейсман боролся с пиццаоли немец да он европу выиграл пиццаоли начал душить стойки закрутился наклонился и такую переднюю ему дал так сказочно вообще красиво было и он свои 18 лет стал уже призером мира по взрослым на европе потом германии за выход в финал нет за выход в финал выиграл на юббросе 7-м году в масках да по-моему на европе нет я у него не выиграл не у него у кого-то выиграл да как я сейчас помню делал зацепку пересекли по-моему пересек на лазаре я это высоко высоко залез за выход в финал хорошо там за самую я смотрел на эту турнир показывали там у Инстана Семеновича там по-моему все слова представляете то что Валентин Дмитриевич сказал историю допустим я его начинаю душить а он мне сделал под ножку то есть сейчас это уже не получится почему такого красоты потому что нельзя душить стойки уже этого не получится да вот так почему нельзя душить стойки никто не объяснит а вот хотя бы объяснили что это опасно а в чем опасно это ну попробуйте стойки за души на самом деле там без удара не обойтись так сейчас детям не разрешают не тушить не болевые не с упором стопой в живот эти броски делать до какого-то уровня не дают а как же лепишь на голову с упором стопой в живот к нанесу всех не зором пошел Олег что-то неправильно делаешь я не могу понять и так тему работы в красной зоне в углу мы как бы чуть-чуть затронули маленечко завершаем маленечко да все друзья всем пока всем привет